Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Владимир Добров, мы говорим о Вейконзе и говорим о восьмом туре, который случился накануне. Итак, конечно, нашим болельщикам огромный презент осуществил Андрей Есипенко, наш молодой дорогой талант и безусловно он осуществил, наверное, мечту каждого шахматиста, а именно он обыграл самого чемпиона мира. Я обыграл он очень уверенно, мы сейчас поговорим об этой партии, ну а прежде всего поговорим о том, что случилось в этом дне. Итак, восьмой тур принес следующие результаты. Айреза Феруджа продолжил свой путь, выиграв третью партию подряд и сегодня у него будет очень интересный момент, истинный момент истинный как для Андрея, так и для, возможно, Феруджа. Потому что Феруджа сегодня имеет белый цвет против Андрея Есипенко. Но, хорошо, давайте вернемся к нашим делам и поговорим непосредственно о партии. Итак, партия, можно сказать, была достаточно скомкана, скомкана в плане игры чемпиона мира. Андрей выбрал классический вариант слон Е2 на Найдорф, то есть Найдорф изначально солил большую борьбу сложную. И вот на слон Е2 Магнус всегда практически играл Е5. То есть этот ход, который он осуществлял практически в каждой партии, сыгранной на классику. Но здесь не знаю, чем руководствовался чемпион, или может быть он просто хотел как-то сыграть похитрее. В итоге, сыграв Е6, то есть этот ход предполагает большую борьбу, особенно если белый связывает свою игру с расстановками Шевенингена, или с Хевенингена, или еще как-то, как это можно называть, по-разному люди трактуют. Ну, в общем, суть в том, что ход Е6, конечно, ход достаточно гибкий, но однако в этом ходе есть проблема. Проблемой всегда проблемным является ход Ж4 при любых обстоятельствах. Поэтому Ж4 играют практически всегда в таких ситуациях. И вот интересный момент наступил для Карлсона. Слон Е3, белые сыграли. И здесь, пожалуй, был, наверное, не то чтобы последний момент, где черные могли еще как-то расставляться. То есть был их вот ферзь С7 с идеей Б5, в принципе, стандартная такая вот игра. Также можно было и терпеть. То есть периодически даже их вот Х5 не имеет, прошу прощения, идеи. Но, тем не менее, сыгранным было спокойно слон Е7. И после хода Ж4 возникла первая такая вот критическая позиция. То есть Андрей здесь показал, что он готов жарить, готов жарить чемпиона. И, конечно, в такой, то есть в отличие от аркировки, более спокойного продолжения Ж4, конечно, далеко впереди. По агрессии, по идее. И Ж4 это ход правильный. Максимально жестко сыграть, как говорится, в кость. Ну и Магнус, конечно, здесь, возможно, просто был не готов к этой системе. Потому как то, что мы увидели в этой партии, иначе как... Не то чтобы трагедии, но, можно сказать, развалов не назовешь. Итак, сыграл Магнус Б5, последовал ход Ж5, конь Д7 и спокойный ход А3. Так играл Иванчук, так игралось очень много партий. И в целом оценка этого варианта очень проста. У белых сильнейшая инициатива во всех практически расстановках. То есть, белые жертвуют пешку на Ж5. Если её не брать, то, в общем-то, чёрным просто можно постепенно останавливать часы. Потому что у них нету контр-игры вообще никакой. То есть, Б4 ограничены. Движения в центре нету, зацепок нету. Ну, в общем-то, ситуация плохая. Поэтому брать на Ж5 обязан. И спокойный ход Ферзь Д2. Вот в этой ситуации Магнус видно, что был не в своей тарелке. И осуществил очень подозрительный манёвр. Ну, во-первых, он взял на Е3, чем позволил белым получить шикарную инициативу. Так как у белых простейшая игра. То есть, у них открытая линия Ж. То есть, этой пешки нету. И слава богу. То есть, мы можем атаковать. И, соответственно, вторая слабость потенциальная. Это пешка Д6. То есть, белые могут в некоторых вариантах использовать все эти слабости очень уверенно. В то время как у чёрных нет развития. Нет вообще нормальных каких-то расстановок фигур. И по ощущениям уже эта позиция, скорее всего, тяжелейшая. И Магнус такое ощущение. То ли не выспался. То ли был, опять-таки говорю, не готов. Но, тем не менее, игра его была уже совсем не туда. Он сыграл ферзь А4. По сути дела, это нервный ход. С какой идеей ход был сделан, вообще непонятно. Но, в общем-то, осуществил какой-то вброс. Я бы сказал, да. Наверное, это был какой-то нервный вброс ферзя. После хода ладья Ж1. Естественного пришлось играть Ж6. Никаких двух нулей нельзя было делать. И после логичного трёх. Три нуля. У чёрных полный ящик. Как говорят в таких случаях, полнейший. Потому, что сейчас белые готовы отскочить к нём. И просто съесть пешку на Д6. У чёрных нет ни малейших идей. И Магнус ретировался. Ферзём на Е7. Что означало, по сути дела, капитуляцию. Капитуляция по какому плану? Потому, что у чёрных нет вообще нормальных ходов. Белые продвинули Ф4. Я уже изначально эту позицию до... После хода А3, точнее прошу прощения. Оценил, что у белых, наверное, решающее практически преимущество. Это было на трансляции, можно увидеть. Но, при этом, конечно, у чёрных сразу не проиграно. Я немножко так преувеличивал перевес белых. Тем не менее, я объяснял, что позиция белых настолько проста, что играть её может совершенно любой квалифицированный шахматист. Итак, последовал ход слон Б7 и король Б1. Ну, ход, наверное, мягкий. В принципе, можно было сыграть, наверное, и поконкретнее. Но, в целом, ход король Б1 не выпускает перевеса. Чёрным стоило играть 2-0. Это, пожалуй, правильный был ход. Тогда белая пешка аж побежала бы атаковать. Ну, в общем-то, здесь у чёрных во всех вариантах плохо. Объективно. Но, тем не менее, не повод проигрывать в один ход. Магнус сыграл конь С6. Это оказалось грубейшим зевком. Потому, что после хода конь бьёт Б5. Выясняется, что чёрные просто-напросто... Мало того, что материал становится поровым. Во-вторых, просто позиция у них тяжелейшая. Ходов не наблюдается. В случае хода АБ, как было в партии, мы сейчас увидим. Последовало взятие. Ферз С3. Двойной удар. И после рокировки Ферз С6 партия перешла в технику. Техническое русло. Чёрные сделали ещё несколько ходов. Но, в общем-то, здесь Андрей не оставил никаких шансов чемпиону. Хороший перевод ладьи. Активная ладья чёрных выменивается. И впоследствии белые усилия давления. И в итоге просто-напросто реализовали лишнюю фигуру. И вот в этой позиции Андрей Ясипенко отпраздновал победу. Было очень приятно смотреть на молодого человека, который обыграл чемпиона мира. Искренняя улыбка у парня была. Очень рад за Андрея. И желаю, конечно, ему успеха в этом турнире. Ну и, соответственно, рады наверняка были и его тренеры, которые долго и упорно шли к такому результату. Сама партия от Карлсона была безобразной. Его критиковать, конечно, мы не будем слишком много. Тем не менее, партия, конечно, не чемпионская. То есть, партия была сыграна, как говорится, шаляй-валяй. Ну, окей. Давайте посмотрим результаты. Не результаты, точнее, а стендингс. И у нас, прежде чем стендингс, мы говорим о следующем туре. То есть, в следующем туре сегодня у нас встречается как раз-таки пара Феруджа и Исипенко. Ну, я как раз-таки хотел еще сказать, что победы в таких круговиках очень часто даются сериями. И вот одна из серий сегодня прервется. Феруджа выиграл три подряд, Исипенко две подряд. Ну, а эта партия сегодня партия дня, по сути, для наших болельщиков. Ну, и, в общем-то, для, наверное, всего мира. Потому что Исипенко наделал шороху. Феруджа на коне. И показывает блестящую совершенно игру. Во всяком случае, насыщенную и интересную. Обыгрывает всех разным цветом. И непонятно, кто его сможет сейчас догнать, кроме Каруана. Ну, окей. Каруан играет против Вайташика. Здесь, наверное, будет приблизительно равная борьба. И Гири играет против Вашхи. Что будет делать Магнус сегодня? Большой вопрос. Может ли он совладать со своими эмоциями и после перерыва? Вчера, я напомню, был выходной. Сможет ли он уверенно вернуться в турнир и выйти из полтинника? Кто бы мог подумать, после восьми туров Магнус имеет полтинник. Ну, как я и говорил, после первого тура, я думаю, что Магнус просто сам себя сглазил. Он порадовался первой победе, а дальше просто его игра стала настолько блеклой и неуверенной, что даже ни в какие ворота не лезет. Ну, а остальные пары, безусловно, тоже интересны. Хорден Ван Форест идет в группе лидеров. Играет против Александра Донченко. Это тоже интересный момент. Сможет ли Ван Форест сегодня белыми удивить Александра? Ну, что ж, давайте посмотрим еще таблицу. Таблица у нас следующая. Мы видим впереди Феруджа и три человека. Среди них Андрей. Испенки как быстро меняются, как говорится, лидера. Каруана также имеет пять из восьми, плюс два. Ну, и, в общем-то, остается всего лишь пять партий до конца турнира. Кто выйдет победителем, пока сказать сложно. Но Феруджа выглядит очень уверенно. И несмотря на то, что он в первом туре проиграл Карлсон, затем он одолел очень многих шахматистов, выиграв при этом четыре уже партии. Это очень серьезная заявка на победу в турнире. Но впереди еще много событий. И напомню, что еще партия Каруана, Феруджа нас тоже ожидает. Наверное, вишенка на торте этого турнира. Ну, и будем смотреть и болеть за Андрея. Ну, что ж, друзья, с вами был Владимир Добров. Напомню, что вы на Ческом Роу, поэтому любая поддержка приветствуется. Ну, а я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До новых встреч. Пока.